всем привет к стал здесь и сегодня я на свой страх и риск продолжаю проходить тебе погодящий 77 в общем недавно у киберпанка вышла очередной патч 12 в котором я помимо ну скажем так я пока ничего особо такого не заметил в этом самом патче единственное что я вот сейчас вот смотрел когда снова переходил эту сцену связанную с точкой невозврата заметил лишь что поменялся дизайн гранат внезапно и поменялся дизайн миссии теперь появились какие-то особые значки и так далее и плюс еще говорят что 1 и 2 патч он изменил вроде как производительность игры я сейчас опять несколько раз перезапускал игру копался в настройках игры самой и пока что работать все оптимально но сразу предупреждаю некоторых сана будет очень сильно прыгать звук то есть некоторые слова будут так скажем обрываться на миллисекунду то есть будет такое небольшое маленько все малюсенько затишье но тем не менее в общем мы уже открыли три концовки а именно с бестией которые мы еле-еле открыли потому что там лагала все прям вообще жесть просто было привод кромешная на протяжении двух серий открыли концовку с арасаки две концовки так же как и бестия и открыли концовку в котором главный герой самовыпиливается осталось еще две концовки одна из них скорее всего меня в этой игре не откроется по одной простой причине потому что мне недостаточно высокий уровень дружбы с джонни сильверхендов хотя возможно она откроется но мне кажется она нифига не откроется но если откроется значит все получится а пока что я наверное эту концовку оставлю на последнюю очередь потому что хочу пойти концовку с моей любимой лайфу в этой игре после джуди по нам поэтому перекрестимся ни пуха ни пера попробую попросить помощи у банан ты уверен назад откатиться уже не получится господи боже я боюсь сейчас просто применять я омега блокаторы но 2 выхода нет я возьму с собой по нам чувство ты еще пожалеешь об этом решении несколько когда это случится я уже не смогу помочь не не сожалеешь может быть это мой последний налет на зубах и мой последний налет на зубах все чувствовать пойми чувак я с панам всегда джуди конечно тоже ничего новом раз она у нас встречи в микуши но все по нам я иду к тебе джонни да его нету это как в концовке разаки его тоже я один но я и говорю но поехали привет панам до слой на три часа нужна помощь услуга за услугу это так срочно что нельзя подождать до утра нет уже утром мне нужно воросака тауэр сейчас куда прости я серьезно помнишь я говорил про джонни если сейчас ничего не сделать я умру это их технология под башней должна быть точка доступа к цифровой как бы это сказать и кошель мне душа по телефону это звучит тупо я знаю тюрьма называется микоши только там я могу отделиться от джонни других вариантов нет и в одной концовке кстати так и сделал еще раз на всякий случай ты звонишь мне посреди ночи чтобы я помогла тебе попасть воросака тауэр иначе ты умрешь да ну да что-то вроде того любой бред готова я надеюсь что сейчас вместе будет ко мне более благосклонна после этого потому что она же прошлый раз вы помните как среагировал то когда узнала что ко мне приезжает аросаки возможно кстати вот эти глюки еще повлияли на меня потому что я включил geforce experience типа какие-то отдельные программы и они вот очень сильно на это влияет то есть вот смотрите если я сейчас например попробую закачать бандикам и включить его в эту игру может быть игра будет работать лучше но что-то мне подсказывает что это не так что игра не станет работать лучше если я включил бандикам потому что такой трюк уже один раз проворачивался с этим как его зовут с horizon zero down уже один раз этот трюк проворачивался в итоге ни к чему хорошему не привело единственное что мне помогло это hitman pro он удалил мне все вирусы но сейчас вирусов никаких нет вообще возможно есть какой-то вирус который не ловит даже сам hitman pro может быть но что это за вирус такой я не пойму то есть вот сами видите я вот просто подхожу вместе или и начинается вот эта хрень то есть я правда не понимаю что здесь происходит можно конечно сейчас знаете как сделать можно сейчас вот сохранится потом есть один а есть одна у меня такая штука попробовать зайти кое-куда чтобы найти этот вирус но мне кажется его там нет то есть либо что-то не так с самой игрой либо что-то не так с моим с моей системой но давайте мы вспомним медиум медиум работал хорошо при средней настойки графики а значит получается что-то не так получается с самой игрой то есть она спустя какое-то время взяла и перестала оптимизироваться под geforce xperia и подживоз gtx 1650 вот так то есть я не понимаю что происходит как то есть когда я не включил geforce experience игра работала хорошо да были некоторые проседания в плане звука но все работало хорошо а сейчас нет ну давайте наверно сейчас пройдем сцену с картами но нам скорее всего игра вот этого лучше не будет да это я не и что теперь пока что жду машину заходи подождем вместе но скорее всего какая-то программа вмешивается в эту работу то сейчас мне нужно найти эту программу удалить и посмотреть действительно ли так он и бинат охлебе давайте попробуем значится не нашел короче я вот эту команду через которая мог зайти его на все программы в общем попробовал решить отключить антивирус может быть он просто вмешиваться в работу мы скорее все это не из этого поэтому мы все же можем попробовать хотя можем еще знать что сделать еще ну угол обзора мне кажется нам ничего особо не сделает можно вот вот это выключить но я уже но я уже пробовал это не работает не помогает даже режим медленного диска не работает вообще никак то есть как бы не включал толку от этого никакого нет тем не менее давайте раз ты все равно ждешь может тебе погадать а хотя знаете смотрите еще же еще какая есть фигня можно включить здесь вертикальную синхронизацию попробовать я подаю вижу пока может быть он не тут вот вертикальной синхронизации дать пробуем включить и давайте надо знать что сделаем еще вот так типа окно без рамок я надеюсь игра от этого низ не сломается но если сломается давать сейчас остановлю записи снова включу не сломалась пока еще не выйдет надеюсь не вылетит запись после того как я поменяю на окон на без рамок поэтому поехали дальше давай окей давай некоторые считают что неопределенность это зло и гадает чтобы от нее избавиться чё что тебя губы не ведутся другим кажется что все зло от перемен это тоже неправда мы меняемся каждый день каждую минуту своей жизни бояться нужно не перемен от того в кого мы можем превратиться главное знать что идешь верным путем я придумала этот расклад специально для тебя и джонни твое будущее это его будущее и наоборот давай окей я готов начнем с тебя валяй шут кто бы сомневался теперь давай разберемся в его значениях шут символизирует начало путешествия и появление в жизни чего-то нового это кочевники это внутренний ребенок любопытный но наивный и легкомысленный напоминает виз которым я познакомилась мак это талантливый и харизматичный человек карты к лидер прямо как джонни карта перевернута это может означать зависимости психические расстройства да это сто процентов джонни он сам одно большое расстройство последние карты это ваше будущее влюбленное слава богу наконец-то хоть что-то бы я в этот по нам равновесие дружба любовь по нам ты кажется что-то от меня скрываешь по нам а что почему она у тебя странный взгляд нет нет все в порядке ладно странно ведется диктура кота луна ну звучит вроде бы неплохо не знаю don't lock the moon как в этом как в около 58 луна это тайна все уже приехали это за мной кажется это за тобой да это не аросака эту тачку ни с чем не перепутаешь так что латас на мне не дуйся привет парам ты меня напугал до усрачки а чё я умею короче ничего не поменялось значит надо менять пробу специально разве тебе что-то может напугать мы тебе поможем слышишь слышу поехали скорей нас ждут в лагере поехали чё удачи тебе там повернись спасибо тебе тоже и тебе вместе спасибо за все короче сами видите ничего не поменялось абсолютно как лагала игра так игра лагать и продолжает нажмем игра чутка поломалась это уже не первый раз нет сквозь здесь дело именно в смешивается в работу киберпанка ну уж очень сильно ну что ж репси если игра не хочет так сильно желательно работать с nvidia geforce experience значит будем работать с бандикамом тем более это уже 50 серия поэтому засветить мое лицо вполне себе скажем так повод чтобы включить бандикам но имеется ввиду что 50 серии типа какой-то там такой спешил в общем вот смотрим как он будет вести себя на бандикам потому что я заметил что когда я отключил в том моменте когда у меня был переход от мистик вот этой вот миссии спана когда я отключил geforce experience игра стала работать лучше то есть киберпанк в этот раз после того как я прошел крысо как я начал проходить миссию с вот это вот как ее зовут там с бестией игра решила почему-то отказать мне в том чтобы она работала на geforce experience то есть она теперь хочет на бандикам целых блин 47 серий игра спокойно работала на geforce experience и только на 48 серии она такая решила что охренушки тебе во как говорится я херею с этого с возвращением в мир живых ты как ничего а вроде да это радует напугал ты нас отрубился по пути растолкать не могли похоже тебе и правда становится хуже а нам велела мне за тобой приглядывать а где она к золу пошла сидят там припираются думают как тебя спасать тебе нужна помощь это уж ясно как белый день пойдем отведу тебя к ним ну пока видите то есть игра она относится практически к любой программе отвратительно ну что говорят скоро начнется война так война уже началась с игрой сука я вообще херю с этого как вот как ну все значит что могу сказать максимальный даунгрейд на все оставшиеся серии что могу сказать все тут больше нет вариантов все то есть мы спокойно играли себе на средних настройках и все игра решила полностью отрубиться то есть патч 1 2 не рабочий то есть в очередной раз сидит project red нас обманули и они сделали нам херню собачью абсолютно потому что в это играть невозможно ни хренашеньки я с этого херею офигительно просто боюсь у меня нет выбора митч ну похоже что и у нас его нет полностью на низких настройках полностью либо вообще перестать играть и смотреть на ютубе последней концовки посмотри вот вот короче давайте попытаемся успокоиться может быть все дело в нажатии всего одной кнопки хотя нет не дело в нажатии одной кнопки все продолжаем дрочить эти настройки что могу сказать у меня нет другого варианта серьезно меня игра разочаровала абсолютно окончательная игра меня добила вот этим вот когда просто герой двигается и все начинает фризить это отвратительно ну вот не надо сол нормальный план не мути воду давай без этого офигеть короче я я реально я реально я реально в шоке я просто не могу это поверить нафиг я щас я щас заплачу нафиг потому что это что за фигня почему я не понимаю мы посылаем семью на смерть а то блять я не в курсе вот давайте снова вот это щас будет на всю серию нафиг я просто офигею с этого нафиг хочешь чтобы я замучил тебя сиди положит на мучайся сука ну короче вы сами все видите на высоких играть не стоит вообще никак Ви наконец-то Ви как здоровье отвратительно да к себе ну выкладывайте что вы там придумали осталось подогнать некоторые детали но в целом мы уже прикинули что и как вот сам посмотри мы рассмотрели несколько вариантов но по факту есть только один шанс проникнуть в Росака Тауэр мы пророем туннель вы уверены что это действительно реализуемый план да мы проконсультировались со змеиным народом у них там нычки знают каждый камень замысел с подкопом рискованный но если все удастся то это наш путь в Микоши прорыть туннель под Росака Тауэр да звучит бредово но глупо упускать такую возможность корпорация Найт строит маглевный туннель для новой линии сечешь? он правда под охраной милитеха но с этим мы справимся если попадем в туннель то до фундамента Росака Тауэра останется около 800 метров в туннеле работает ТПК корпорации Найт чтобы туда пробиться на такое расстояние ему потребуется несколько минут перерывет неплохо главное попасть внутрь дальше будем импровизировать охрана системы безопасности, кратчайший путь в Микоши эти вопросы придется решать на месте ну что скажешь? ТПК это что? туннельно проходческий комплекс ну, такое огромное автоматическое сверло для бурения грунта захватим его доберемся до Росака Тауэр а оттуда в Микоши Что там на этой стройке с охраной? Небось, все оцеплено и полк милитеха в полной боевой. Да нет, там не такие масштабы. Полков не будет, но все же с улицы не зайдешь. Ожидается дежурный комплект. Патрульные дроны, их операторы, охрана по периметру. Ага. Теоретически, это реально. Других идей все равно нет, так что давайте готовиться. Нужно собрать больше информации. Только так можно понять, в каких местах план дырявый. Да он много где дырявый, Сол. Это я тебе уже сейчас могу сказать. Только какие варианты? Отменить операцию? Позволить ему умереть? Ну ты права по нам. Делать нечего, придется рискнуть. Это наш долг перед тобой. Поговорю с нашими. Запустим дрон над этой площадкой. А я загляну к мечу. Есть у меня идеи, как уравнять наши шансы с милитехом. Зайди к нам попозже, пока оставлю тебя в когтях Сола. Только не решайте ничего без меня. Тебе что-то еще нужно? Сделайте, блин, нормальный ФПС. Слушай, а как у вас дела с Панам? Че за говно с этим ФПС в последнее время? Забавный вопрос. До недавнего времени я думал, что все в порядке. Пока ты не появился. Вот когда они начинают делать резкие движения, ФПС вообще начинает скакать. А Панам тоже так считает? Лучше ее саму спросить. Понимаешь, Виль, иногда чужой человек приходит в семью и видит только нескончаемые ссоры. Но вдруг семья замечает чужака и тут же забывает раздор и встает плечом к плечу и становится сильнее, чем прежде. Понимаешь? Да, вроде понимаю. Хорошо. А теперь говори, что тебе еще нужно? Мне нужен доступ в сеть. Надо связаться кое с кем, кто поможет нам пройти в Микошель. И кто же это? Альт Каннингем. Она не... Это... Искин из-за черного заслона. Ты вообще в своем уме? С чего вдруг Искин станет помогать нам пройти в Микошель? С того, что я ее вежливо попрошу. Да, блин, Ви. Короче, ладно. Мы и так сидим в говне по уши. Можем занырнуть и поглубже. Найди Дакоту. Она даст тебе оборудование и не будет спрашивать лишнего. Спасибо, Сол. Скажешь спасибо, когда выйдем из Микоши живыми и здоровыми. Серьезно, как это нафиг понимать? Почему во время диалогов ничего не лагает? И именно только в момент, когда я хочу что-то сделать с действием... Я, короче, не могу в это поверить. Я просто не могу в это, сука, поверить. Вы посмотрите на это все говно. И это при низких уровнях настройки, повторюсь, ребят. Это все низкий уровень графики. И это все настолько оптимизировано плохо. Офигеть просто. Что даже бандикам не вывозит. То есть патч сделал все еще хуже. Вот, видите? Я просто хожу. Простое, блин, движение простое, блин. Хождение приводит к вот этому. Короче, мне нужна консультация нафиг специалиста одного. У которого ни разу не лагает, сраный киберпанк. Мои нервы, сука, просто на пределе. Я херею с этой игрой просто нафиг, короче говоря. Молчи, просто молчи нафиг. Хотя нет, нафиг. Не молчи, лучше идем. Парни? Говорят, у нас тут небольшой поход намечается. Скорее вы вылет камикадзе. Заканчивайте тут. Вот, полюбуйся. Это тот самый? Ну, почти. Мы установили форсаж и тяжелую ракетную установку на крышах. И еще мы уменьшили массу практически на 60%. Скажи, красота. Ты за штурмал, а по нам стрелок. Так. Что за форсаж? Какой форсаж? Стандартный нитро или военный? Ну нет, на стандартном эту крошку не разгонишь. То есть железо военное. Ну как вы умудрились запихать все это в панцер? Ну, это не сложно. Мы со Скорпионом на войне и не такое проворачивали. Завтра выпустим этого зверя и своими глазами увидишь. А можно сделать пару кругов? Для тренировки. Надо все-таки опробовать заранее, к управлению привыкнуть. Без проблем. Только давай вечером. Нам тут надо еще в паре мест подкрутить. Ага, всего в паре. Да хватит уже бухтеть. Все мы успеем вовремя. А что за пушка на крыше? Скорострельная ракетная установка. Калибр 70 миллиметров. Синхронизируется с бортовым компьютером через личный порт. И где вы все это нарыли? Давайте я вам сейчас кое-что покажу. Вот. То есть вот сейчас игра решила заработать нормально. После двух мучительных сухосерий. Панам. Что бухтишь? А все что ли? Да ладно, ну окей. Я думаю можно с Панам побазарить. Понял, обсудим потом. В смысле? Можно что-то еще раз поговорить? Я же вроде... Я же вроде все диалоги от Крым нет, разве? Да ладно. Ладно, а с кем еще можно побазарить? Или это все? Давай вернемся к нашему делу, а? В смысле? Я же сейчас не могу в него запрыгнуть. Или могу? Ну-ка. Могу. То есть вот сейчас игра решила заработать нормально. После мучительных, блин, бомбежек. После всего этого вот... Обсудим потом. Херни. Игра решила работать нормально. Только сейчас. Когда я ее перезапустил многократный тысячу раз. Когда я ее запустил от имени администратора... А, ну да, я накаркал, окей. Все, окей, я накаркал. Я накаркал. Все, каркаркар. Все, начинается каркаркар. Все, я накаркал. Хотя нет. В общем, игра работает, когда захочет. Привет, Дакота. Давно мы не виделись. Чего тебе нужно? Да много чего. Например. Мне нужно мощное оборудование для вылазки в сеть. Ну, залезай. Так просто. Там будет зашифрованная борда. Мне надо, чтобы меня не засекли. Аппаратура справится? Он еще спрашивает. Я направляюсь на фронтир, Дакота. У тебя есть все, что нужно, чтобы пробиться на ту сторону. Не бойся пытливых глаз. Что, даже не спросишь, зачем мне это надо? Ты не спрашиваешь меня, а я не спрашиваю тебя. Таков секрет долгих отношений, брат. Ой, не. Все готово. Это не работает. Ой, ладно. Давай. Ванна со льдом. Да, я скучал по ней. Хе-хе-хе. Привет, Кэрол. Помогаешь в Дакоте? Нет, сегодня помогаю тебе. Спасибо. Готов? Я по шансу, я офигительно как помог с этим это с мусорщиками. Что бы не происходило, не пугайся. Ладно. А если ты будешь на грани обнуления? Я уже обнулился. Мне уже вообще все равно. Поехали. Давай. Иди по векторам, брат. Вот. Как это понимать? Игра стала работать сейчас. После многочисленных, блин, переживаний. После, блин, пяти стадий принятия всего и вся. Игра стала работать только сейчас. Только сейчас. Ну, наполовину, окей. Но тем не менее. Здравствуй, сучка. Привет. Барит. Ты пришел один. Ну, а с кем что? Все меняется. Здесь каждый раз... Да, там, стой. Все меняется. Я будто погружаюсь глубже. Даже не знаю, хорошо это или плохо. На самом деле, меняется твое восприятие киберпространства. Ты адаптируешься к чистому потоку данных. А прежний мир начинает угасать в сознании. Защитные механизмы мозга перестают действовать. То есть, чем чаще я бываю здесь, тем больше теряю контакт с действительностью? Ну, наверное... Ничего не теряешь. Ты пробуждаешься. В киберпространстве мы выходим из... Джонни пока недоступен. Пока? Значит... Да. Ты задвинул его подальше... Ну да. ...как досадную помеху. Лишнего пассажира, которому лучше помалкивать на заднем сиденье. Можно так сказать. А я думал, что тебе наплевать на Джонни. Что он перестал для тебя существовать. Если бы он перестал существовать, говорить с тобой было бы не о чем. Почему? Хотела бы говорить с ним без меня? Разговор с изолированным конструктом лишён всякого смысла. Я могу его прочитать... Короче, ты не хочешь говорить ни с кем. Я так понял. Человеческий фактор здесь только ты. Ну, короче, у человеческого фактора уже мало времени. Ты правда считаешь время своей главной проблемой? Да. Ты существуешь или не существуешь? Два состояния, между которыми смерть. Ну, это спорно. Ты разве не обманула смерть? А ты как считаешь? Ну, твой комнат из сознания. Никак. И скины не подвластны реальности. Они живут вечно. Но мы не бессмертны. Лишь у Микоши. Новые неживые. Я хочу что-то понимать. Ну так снизойди до моего уровня и просвети меня. Если ты всесильный эскин, то, наверное, можешь и это. Ловушки мышления. Ты ищешь простых ответов там, где их просто не существует. Такова иллюзия, лежащая в основе твоего мира. Сейчас ты с готовностью примешь любой ответ, который сочтёшь утешительным. Это было бы по-человечески. Со мной случается. В Микоши эти ограничения больше не будут действовать. Там твоё восприятие расщепится на миллиарды потоков информации. Уже было такое. Мы уже это проходили. Там, в Микоши. Чего мне ждать? Там ты перейдёшь границу. И, вероятно, в первый и последний раз ощутишь тяжесть собственного средства. Здесь, по-моему, тоже есть две концовки вроде как. К этому времени никто не бывает готов. Ведь его можно потом вернуться и посмотреть другую. Но я выживу. Но я выживу. А Микоши не станет. Так похер. А что будет с конструктами? Ты освободишь их? Они интегрируются со мной. Интегрируются с тобой? То есть, ты собираешься их поглотить? Присвоить? Теперь понятно, зачем ты в это вписалась. Ты хочешь разрушить Микоши, чтобы загрести себе все конструкты. Микоши, это тебе. Ну, короче, она не та, за кого себя выдает. Она вся глубина такая. Она не за и не против. Она вообще не за кого. Она только за себя. Джонни вряд ли был бы в восторге. Но Джонни здесь нет. Потому что ты хочешь принять решение без него. И что? Ты, по-моему, вот уже говорил. А, нет, не говорил. Хватит тиську. Кажется, хватит тиську менять. У меня только ФПС стал нормально работать. Ну, почти. Так, подожди. Что на этой щепке? Векторный вирус? Черный вход. Через него я пройду внутрь. Ты откроешь мне путь в Микоши. И только так я сумею тебе помочь. Альт, надеюсь, от тебя не нужно ждать сюрприза. Используй ключ, когда доберешься до Микоши. Мне надо найти какую-то конкретную точку доступа. Там будет непрошибаемый лед вокруг каждой. Это я тебе гарантирую. Чтобы войти, мне хватит. И небольшого просвета. Используй щепку в Микоши. О безопасности я позабочусь. Ну, ладно, договорились. До встречи. Договорились. Давай. Мы его вернули. Кэррл, щепка. Успокойся. Едва ты подключился, у тебя температура скакнула почти до 40. А субтитров нет. Если что. Или пофигу. Что тут произошло? Извини. Такой уж ход в Микоши. Уже было. Не знаю. Извини. Извини, не хотел. Да зашибись. Зашибись вообще. Ну, это хорошо. Охерительно. Щепка. Я там на щепку одну программу записал. Не гони нас окружает лед. Если его что и пробьет, то мои контролеры сразу же... Нет. Охренеть. Убери это от меня. Ну, как. Понял. Спасибо, Дакота. Не за что. Рика. Заглянись в дом. Рика Дакота. Он доходил искал тебя. Окей. Иду. Иду. Короче, игра работает наполовину. То есть она и работает, и не работает одновременно. Можно так сказать. Ну, возможно, я накаркал. Но хз. Ну-ка. Зайди. Не зайдешь? Ладно. Здравствуй. Сол. Ты хотел поговорить? Залезай. Окей. А что, собрание? А что за собрание? Возникла проблема? Нет, никаких проблем. Залезай, делай есть. Речь перед битвой. Давай. Что, мы куда-то едем? Ладно. Видите, как сцера стали работать больше. Мы все, кто тут собрался, у тебя в долгу. Ой, спасибо. И это долг чести. Говори про себя, Сол. Но все-таки, несмотря ни на что, ты человек пришлый. Причем и знает Сити, считай, из другого мира. Проси по нам. Она знает. И нам что-то нужно с этим делать. Да, Сол. Исправим этот досадный недосмотр. Мы принимаем тебя в семью Аль-де-Кальто. Я бы не сделал это все без панам. Готов? Охренеть, Сол. У меня чуть сердце не остановилось. Я готов. Теперь ты один из нас. Ты Аль-де-Кальто. Спасибо. Круто, что ты теперь с нами, Ви. И не волнуйся, что я оставлю тебя в этот Микоши. Правильно говорю? Добро пожаловать в семью. Добро пожаловать. Спасибо. Приветствуем нового брата клана Аль-де-Кальто. Классная куртка. Видали? Ему нравится. Слушайте, как только вернемся из Микоши, надо будет это обмыть. Я знаю хорошее место. И всех угощаю. Ловим на слове. На самом деле это... Но не за мой счет. По факту мы уже давно приняли тебя в семью. Ты спас мне задницу, как изволил заметить Бойри. Мичу тоже, не говоря о панаме. Да-да-да. Да иди ты. Скорпион, правда, не выжил, но тем не менее. Но вообще, Сол прав. Будем честны, для тебя моя жизнь была разбита на миллион кусков. Ты их разбил еще на миллион помельче. В смысле? Но иногда это единственный способ сложить все за нами. И я это сделал. Все ради тебя. Ладно, слушай, семья. Сегодня мы празднуем, но завтра у нас чертовски важный день. Доделываем что надо и отдыхаем. Вот последнюю концовку откроем, потом еще одну секретную посмотрим, и мы заканчиваем с Кибербанком. На какое-то время до DLC. Вот именно сейчас нужно было залагать. А Куртка тебе как? Не жмет? Я еще не видел. Куртка клана – это знак отличия. Это большая честь, но при этом и груз ответственности. Ты понимаешь? Вы приняли меня, поверили мне, а я… Иду вас на смерть. Иду вас туда, откуда может не быть возврата. Вот-вот. До меня только теперь это начало доходить. Семья – это ответственность. И у тебя она есть. У всех нас. Это значит, что мы в тебе не ошиблись. У всех нас, у всех нас. Спасибо, пан. Захочешь поговорить? Я буду там, наверху. Окей. А чем меня со здоровьем? А чем меня понизило здоровье? А почему я не могу юзать эти? Я аптечки не могу юзать, я не понимаю, почему. Парвары не путешествуют. А я не могу использовать эти аптечки. Мне нужны патроны, три-четыре коробки. Будет у тебя чего? Что, Дакота, злишься? Может, и будет. Ты поищи только сам. Я как-то нашла под Дакотом своей машины дохну и сороку. Раз Дакота сегодня такая щитрая. Еще ночью замерзла и решила погреться возле двигателя. А утром не смогла выбраться. Сварилась заживо. Я помню этот запах. Жженых перьев, безнадеги и смерти. Когда впервые увидела тебя, эта сорока возникла у меня перед глазами. Теперь я знаю, почему. А, ясно. Не стоило мне поднимать эту тему. Твое будущее не высечено в камне, Виль. Помни об этом. А это у тебя что? Вроде распродажи? Да-да. Бери, что хочешь. Спасибо. И по какому же поводу? Конец света. Красивый жест. Драматичный. Не очень. Никакой драмы. Голый прагматизм. Я раздаю товар, чтобы побольше клея. Ну, я некоторые беру чисто по стах, чтобы ее порадовать. Но некоторые не возьму сразу, потому что они мне особо в битве не понадобятся. Так, давайте посмотрим вообще на мою куртку, кстати говоря. Неплохо. Неплохо. Ну-ка, давай посмотрим тебя со стороны. Красиво. Ой, красиво. Это как будто манциклетная куртка какая-то. Но мне нравится. Мне нравится. Хорошая куртка. Так, давайте подберем папушку какую-нибудь. Папушку. Пампушку давайте. Так, давайте возьмем вот. А то уже давненько не стреляй. А, понятно. Понятно, короче, ничего нельзя сделать. Ладно, допустим. Так, окей, давай здесь что-нибудь посмотрим. Так, а не это? Я не хочу. Так, можно. Так, здесь чем? Так, ножик. Ну, ножик, ладно, возьми. Да, я его все равно юзать не буду. Так, гранатки берем. Гранатки берем. Так, ну и все, вроде. Так, все еще побазарить можно. Перед тем, как... Здравствуйте. Здравствуй. Просто здравствуйте. Сука. Ладно, окей. Так, а с кем еще побазарить-то можно? То столько всего, блин, персонажей. То столько персонажей. И хрен знаешь, с кем побазарить. Вон там вот есть Сол, ну-ка бычи. Так, а с ним побазарю. Сол. Как думаешь, завтра все получится? Я знаю этих людей. Некоторых знаю лучше, чем себя. Я вижу их настрой. Это затишье перед бурей. Завтра они пойдут до конца. Да, не сомневаюсь. До завтра, Сол. Постой. Чувак. Хочу кое-что между нами прояснить. Давай. Ты многое сделал для этой семьи. Для меня больше, чем кто угодно. Не знаю почему, но Альдекальда, это самый... Я, короче, начинаю менять взгляды. Альдекальда, это хороший, сам лучший клан в клетке. Я хочу нашу семью уничтожить. Разлад между мной и Панам. Если мы пойдем разными путями. В этот раз Альдекальда просто не переживут расковы. Ты понимаешь, к чему я сейчас веду? Ну, я уже сказал, я веду на смерть. Не знаю, согласна ли с этим Панам. Вам всем кажется, что мы с Панам сейчас по разные стороны были. А это не так? Все наоборот. Да, наоборот как раз так есть. Как и для меня. Ты не собачишься на протяжении всей игры. Но клану такой расклад может даже пойти на пользу. Я это уже понял. И вы поймете. То есть, злата на меня не держишь. Завтра у нас важный день. Иди отдохну. Не, не, отдыхать рано. Мне еще надо здесь все обскакать, посмотреть, что с кем еще может побазарить. Потому что здесь куча персонажей, с которыми можно еще побазарить. Ну-ка импланты можно доделать, давай. Давай посмотрим, что мы... Татуировка навсегда вместе. Ух, 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 ух ты. Спасибо. ну-ка кожа огнеупорное покрытие до возьмем то типа а это меняет наоборот ой господи так ланокий от может добавить можно добавить можно а здесь да посмотрим здесь ничего нет ланокий татуировку главное мне дали спасибо спасибо робот какой робот бреющим полете мы идти не сможем не те условия сенсор я посмотрю а ты проверь лишь может еще ланокий подготавливать еще гадаем на чайнике серьезно ланокий гадать на чайнике так вот там будущее есть ну-ка о а ты кто а ты кто ты кто эмили а у ты какой-то секретный mpc что ли а ну кей допустим секрет у нас появился внезапно секретный mpc который не хочет со мной разговаривать ланокий было такое было посмотрим давайте наверху может кто-то там еще есть кстати можно побазарить ты так это не так ты кто тоже не алё когда вниз говорю тебе я их только что поймал да небось стилетов ты местных поймал или тех передает на динамичей кай болтают да посмотрим знаешь я видел больше всего звезд на вершине горы сина подожди а с кем еще мне можно побазарить с кочевниками биржель явно еще есть какие-то персонажи с которыми могу базарить написано же поговорить с кочевниками к синице по нам по готовности поговорить с митчем его еще найти он явно вот поэтому но по указке вот сейчас зашибись вот сейчас мне нравится fps хорошо даже очень хорошо как сам да вот panzer пытаюсь запустить он упирается скотина но я не знаю ну прокатимся давай давай поехали залезай испытаем на полную мощность сраны фпс давай лично поехали век ну давай заводи давай пока все горит зеленым светом окей едем мы едем обе сказал к востоку от лагеря есть свалка самое место для стрельбы по мишеням постреляю теперь проверим находку 3d давай и чё это нам дало нам то особо не дало а вижу поехали как будто немного влево сносит чё слова не ударить реально ты давай стреляй по этим ржавым ведрам а я на ходу откалибрую плицет окей лично да ладно чё не попадаю тупо не но хоть фпс не приседай при степе это уже хорошо а вроде получше нет похоже на то ничего слова хватит стрельни еще разок на свете пойдешь лично отлично отлично теперь теперь отлично 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 где последняя ну-ка давай посмотрим где последняя я не вижу пока последнюю где же может быть последнюю где же может быть последнюю что-то все-таки не смыкается едем с нормальным фпс наконец-то возвращаемся капец через кровь, пот и слезы добился нормального фпс ну конечно он немножко так чуть-чуть подлагивает но это хотя бы не как в предыдущих сериях когда прям тотальный лаги тотальный лаги были ну ну что за страшно что ли давай базарь о пивас психуешь перед завтрашним да нет я уже никогда не психую а ты не хочешь давай давай почему бы и нет ну за пивас я за за водку против на войне перед первыми боями нас тренировали на контроль стресса рассказать тебе как давай ну уводили специальный коктейль ускорители, анаболики хер знает что там еще было пускали короче это дело по Вене биомониторы сходили с ума ненадолго потом успокаивались и мы тоже никаких нервов класс пара десятков таких сессий и спокойно делаешься как там в башке просто что-то щелкает и выжигается то что отвечает за страх так вроде запретили эти коктейли во время войны еще или нет я тебя умоляю были же массовые случаи киберпсихоза в войсках ну были и что думаешь мелитех это парило киберпсихов грузили в самолеты и отправляли в клинике на Тайване каждый день и новобранцы тоже поступали ежедневно накачивали нас этим говном а мы и рады были деньги аргумент такой не поспоришь ой вот это реально жесть ну а как ты хочешь война всегда реально жесть и завтра мы влезем в нее сами а что у тебя вдруг появились сомнения в общем я не парюсь о том что там будет завтра и тебе не советую меня совсем другое заботит что именно да неважно договори договори мы же теперь семья если честно меня беспокоит что происходит между Панам и Солом они делают хорошую мину при плохой игре и надеются что этого хватит но люди то не дураки ну да на Сол вступили начинается шепот по углам что Сол не справляется что он себе на уме что он всех подведет что семье нужны перемены ну а ты а что я что ты об этом думаешь Сол должен отступить и передать власть Панам посмотрим что будет завтра когда дым после битвы рассеется теперь ты мне скажи что думаешь да отойду сначала немного а вот теперь давай поговорим меч в этот раз против нас будет не вшивая банда стилетов если мы хотим вернуться оттуда живыми они должны договориться и пытаются и вроде даже начали друг друга понимать по-своему дьявол да они оба прекрасно знают чего от них ждут чего от них ждет семья надеюсь Сол хотя бы предложил Панам место за столом а кто тебе сказал что Панам вообще хочет сидеть за этим столом я понимаю Панам важнее семья а не власть вопрос только удастся ли найти баланс это не ко мне вопросы ко всем нам тут такое дело Панам прежде всего хочет тебе помочь а Сол он во всем видит дополнительные возможности понятно добычу из микоши если дело выгорит и мы разживемся крутой техникой от Арасаки это обеспечит нам отличное путешествие на юг сечешь это успокоит людей и даст Солу время Сол ловкий тип он хорошо знает что делает лишь бы только в этот раз не заигрался ну хватит сплетен на сегодня ну а что попал пол серия просто хожу порожу и со всеми разговариваю давай отдыхай я еще пока по страной углу не заступает удачно и живут и хорошо с ППС мне радует что все нет еще что скажешь такое ощущение что он словно все сказал но при этом здание еще не выглядит я помню поговорить с кочевниками с Сибию не выбирают ну это уже кому как как говорится это уже кому как это уже каждый сам решает выбирать или не выбирать поговорить с кочевниками еще бы знать с какими их тут очень много этих кочевников ой кто там стреляет привет эй давай стреляй а это я револьвер и пустые бутылки револьвер и пустые бутылки в чистом поле красота я человек старой школы и уважаю традиции а вот в хром как то совсем не верю уж не знаю почему на придежку пойдешь умеешь слышать молчание разума в грохоте выстрелов эту мудрость я узнал очень давно когда был примерно в твоем возрасте и помню до сих пор думаю завтра грохота будет очень много вот и стараюсь пока запомнить тишину можно присоединиться я уже не помню как это не слушать вечный поток мыслей если хочешь 12 бутылок за 15 секунд нужно полностью сосредоточиться на задаче ты конечно не сможешь давай проверим да пожалуйста спорю на револьвер что ты не сможешь когда встанешь на линию я начну считать давай на пушку начали начали сука не успел последний вполне вполне нам нужно еще по упражняться давай еще удачи тебе завтра врагам пожелаем понадобится блин ну хотя бы ну хотя бы 12 бутылок осталось блин еще 4 оставалось ну ладно просто мне неудобно стрелять по бутылкам да еще и на скорость я никогда особо так не умел делать с кем еще побазарить то можно сегодня такая мирная серия ну почти а во всем есть история древнего мира ну ладно еще найти я пока никого не вижу во нашел ты давай присядь с нами Вик у нас тут понимаешь маленький ритуал а что за ритуал а вот оно что ну а это не простое пиво это осталось от нашего первого контрабандного груза мы тогда приберегли пару ящиков на счастье ага и тогда кто то сказал а я сейчас уже не вспомню кто короче мол когда мы допьем все счастье покинет а брехня это я в такое не верю но когда очередной открываешь ручонка то дрожит ну я бухням а че нет не попадать да буха за завтра за ну завтра вряд ли надо пойти в киберпанк то все накроется в следующий раз как нибудь боб ты всегда такой оптимист ну ты то наверное знаешь как там у них дела ну кого ты про кого вообще а что они сейчас правда в контрах правда в том что нам срочно надо много денег аминь для тебя микоши это личное дело но сол увидел в этом возможности для семьи лишь бы кто то из этой семьи завтра остался жив останется у меня эти дебаты соло с панам уже поперек горла не только у тебя лучше расскажите как вы да до чего рассказывать на завтра вроде все готово мы еще ждем данных от дрона к завтрашнему утру все будет понятно ну и кроме того держим кулаки чтоб завтра это все не накрылось медным тазом уж пардонте одно я вам обещаю альдекальда будут жить об этом я позабочусь не кидайся такими обещаниями но твоя правда у семьи есть шанс восстать из пепла я тоже так считаю если мы вернемся из микоши если наш безумный план удастся альдекальда ждет новая жизнь и не только адель кальдо и на этом месте бобби должен пробурчать свое ес эй вот только не надо из меня пораженца делать бухнем за это что бутылка дрожит что бутылка дрожит ладно, момент ладно, пора всем до завтра так, с кем-то нужно еще побазарить найдем там что-то хорошее редко такое сморщается но в этом вопросе о, это как в этом, как в Кэси Текси так, звук попал о, спокойно блин, а с кем еще побазарить то можно я уже со всеми побазарил вроде как си си, 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 давай смотрю, покупателей у вас немного, да? да, но выручают постоянные клиенты это как, покупают по стволу в неделю? чинить приносят песок же кругом забивается повсюду в каждую щелочку время от времени все надо разбирать и продувать иначе рано или поздно пожалеешь, что этого не сделал ну ладно, окей но у меня уже пушек достаточно, поэтому не буду покупать лучше давайте найдем еще персов блин, я с тобой уже говорил, ты ни со мной не хочешь разговаривать я пока не могу найти поговорить с кочевниками, с какими где еще есть те, с кем можно побазарить с тобой уже разговаривал с кем мне еще разговаривать, чтобы я мог закончить все это но таких нет так вот я разговаривал есть кто-нибудь с кем я не разговаривал еще но таких нет вон есть еще, нет? нет, это не они с тобой я уже стрелялся а кто еще-то может ты? нет? нет, не ты тут столько этих целей, непонятно вообще короче, то ли они тут есть, то ли их тут нет я уже почти весь лагерь обчистил я не вижу никаких персонажей, с кем можно побазарить может сюда сесть где-нибудь? нет надо найти какие-то места в кухне у нас говорят на дороге встретимся нормально ты в ванну в мою уже залез нормально, нет? короче, должен где-то здесь быть еще какой-нибудь такой персонаж с которым я еще ни разу не базарил вот здесь вот есть один, но она со мной не хочет разговаривать либо тот жирный они здесь стоятся, но не разговаривают я не понимаю почему посмотреть куда открыть тайник на хрена у нас только гранаты взять все бери все бери на хрена короче, наверное, это были скорее всего все персонажи, потому что я их больше не вижу что редко? редко такое случается это кто? редко такое случается ну в этом вопросе оба согласны я себе фургончик винтажный куплю что, седина в бороду? где боб? вы идите вы нахер а все что ли? какой-то боб со мной сейчас разговаривал я его не видел, правда ну ладно, окей короче, какой-то боб со мной сейчас разговаривал, но я правда его не видел ну ладно, окей, здесь даже так, ну-ка я смогу до суда допынуть допыгнул ну все, остается с панам поговорить и пока на этом сегодня мы заканчиваем нашу бомбежную серию ух ты а тут хорошо угу классный вид, правда классный вид на ночной да похер мне на Night City что-то не так? боится и ночью я не смогла заснуть и сегодня вряд ли удастся что тебя мучает? дай-ка подумать завтра мне нужно вести свой клан на верную смерть вдобавок к этому Сол вдруг начал во всем со мной соглашаться я даже не знаю, стоит ли мне этому радоваться люди в нас сомневаются, я ведь вижу но все равно все уверено, что в случае чего по нам их вытащат конечно, ведь кто же еще? ты чувствуешь ответственность за них, это вполне естественно меня пугает вовсе не ответственность я просто трезво смотрю на ситуацию Сол принял все неправильные решения, чтобы стать похожим на меня но только я знаю, на что я гожусь, а на что нет и я не могу обещать чудес и боюсь до полусмерти если завтра что-то пойдет не так во всем по нам никто завтра не умрет откуда тебе знать? люди клана сильнее, чем ты думаешь пулям все равно, кто сильный, кто слабый давай кисанучка Ви? ты не боишься смерти? нет, не боюсь завидую наверное о чем думаешь? о том, как первый раз просидела тут до утра я возвращалась в лагерь с дороги и решила немного тут задержаться голову проветрить чтобы потом с новыми силами поцапаться с Солом было совсем темно и пусто на небе густая чернота только слышно, как завывает ветер где-то и двигатели урчат я села и ждала, когда мир замрет когда мысли в голове сбросят скорость до нуля дождалась? нет, в ту ночь я поняла, что покоя не будет что теперь я всегда буду мыслями в дороге даже если сижу в темноте на холодном камне на холодном кофеле может пойдем обратно? нет, давай еще посидим немножко давай, ладно мне тут как-то стало легче я и не ожидала ладно, пошли уже шопу отморозим сол вернулся идем типа сейчас сон что ли был? пусть какие-то звуки борьбы сейчас были странные как будто это сон был и тут вы кстати реально посидели до утра ну ладно все, заканчиваем сегодня эту серию эту серию я могу описать примерно так кровь, пот и немало пролитых горьких слез ой окончание марта оно такое на этом все